Ничто из этого не доставит удовольствия Господу. Вы не удовлетворите Его и раздачей милостыни, аскезы, жертвоприношениями, чистотой и исполнением обетов. Господь доволен лишь тогда, когда видит в нас чистую, непоколебимую преданность Ему. Если человек не занят искренним преданным служением Господу, все его достоинства — не более, чем показное благочестие. Так говорится в священных книгах. И ярким примером такой непоколебимой преданности Господу является история о маленьком царевиче Прохлане. Когда-то, много-много лет назад, жил царь Хирань Якашипов. Правитель мудрый, но жестокий и всесильный. Он в войнах всю планету захватил. Захваченным же правил он толково. Народ ему зато поклоны приносил. Но мощь росла, а с нею и гордыня. И вот уже Хирань Якашипу, как должно, принимает поклонение, себя считая планетарным мудрецом. Но годы шли. Довольный поклонением народа, Царь жертвы и пал хвалебных тех речей. Сыграл ашутку злую с ним природа. Он пожелал вселенной править всей. И начал царь Аскезам предаваться. Его душой гордыня овладела. И сердце начало ожесточаться. Бессмертье захотело тело. В течение многих тысяч лет Хирань Якашипу Аскезам предавался. Без сна и отдыха, еды, питья Он плоть губил и совершенство добивался. Когда же и дышать он перестал, Огонь ума его пожрал. И страшной демонической усилой Он выпил воздух всех планет. Тогда уж все живое завопило, Прося пощады и спасения от бед. В ответ на этот зов Хирань Якашипу Явился Брама, сотворец вселенной. Коварный демон! Ты сам скелетом встал И все вокруг облек новое дание. Зачем меня Аскезами призвал? Ведь знаешь, что не смогу терпеть Я невиновных по руганию. Тогда, осмеюсь, Брама, Я просить такого, Чтобы никто не мог меня убить. Ни днем, ни ночью, Ни из оружия какого. И ни огонь, ни вода Пускай меня не потревожат. Ни в доме, ни снаружи Никто пускай убить меня не сможет. Ни зверь, ни человек, Ни полубог. Такую малость За ужасные Аскезы Ты дать бы мог? Ну, ты подвес. Хитра твоя натура. Что ж, бери, что просишь. Ты теперь фигур. Так хитростью Хиранья Кашипу Вынудил благословение у Брама. Правителем он был, А стал тираном. Но как бы совершенно не хотел На шум обман, Во всех мирах все происходит Под присмотром Бхагавана. О, мой Господь, Прими мои поклоны. Ты звал меня? Да, прохлад. Готов ли ты пойти на испытание? Все, что угодно, мой Господь. Хочу я для гордыни наказание, Но то суровое служение, Мой прохлад. Не побоишься ли Принять страдания? Нет, нет. Ведь ты всегда со мной. Господь, я жива, Я душа, я твой. Господь махнул пером павлинием, И не успев моргнуть, Прохлад уже зачатый. И мама с ним в животике Живет в ошраме мудреца Нара-дамуни. Пока царица спит, Старик читает вслух писания. Так маленький прохлад Уже в утробе матери Постиг все сложности Медическому знанию. Рассказчик, я родился. Мир прекрасен. Господь так много сделал для людей, Как он велик. Ах, прохлад! Ты сам чудесное творение его. То знание, что ты в утробе получил, На протяжении ста жизней Знать не всем дано. Перескочив порог младенчества, Ты старшим стал для всех, Гуру-куля. О, вы, сыновья демоничных царей, Внимайте же сути правдивых речей. Мы слушать готовы. Что хочешь поведать? Дозволь сладких слов нам, Никтара, отведу. Служите Всевышнему так, как себе. Тогда он изменит все в вашей судьбе. А как же политика? Разве не жаль? Отвергнуть должны вы корысти мораль. Торговля, политика, армия, храм. Должны мы свой долг исполнять здесь и там. Но скромно, идя на аскезы, Всевышнего ради. Мы дети еще. Как мы можем служить? Вам Господу полностью надо предаться. На волю Его вы должны полагаться. Спасибо, Прохлад, что развеял всю тьму И цель указал ты уму моему. Твои наставления очень важны. Скажи нам, Прохлад, что мы делать должны? Того, кто деяние Его прославляет И имя святое Его воспевает, Тот сердце очистит и путь свой узрит. Господь на служение благословит. Должны мы все это в секрете хранить, Иначе нам с вами голов не сносить. Хироняка, живу! О, ты, бестолковый и дерзкий Прохлад, Власть ты мою разрушаешь и рад, Раз мне ты, как Богу, не стал поклоняться, За это готовься ты с жизнью расстаться. О, ты, бестолковый и дерзкий Прохлад. Редактор субтитров А.Семкин Потрясённые смирением и верой слоны Поклоны Прохладу своей перенесли, И змеи шипя отступили назад. О, наш величайший смиренный Прохлад! Но демон царей в этот миг не дремал. Узнал он, что сын его жив, и сказал. Немедленно сжечь, утопить, не жалеть! Мальчишка упрямый, да лужон уметь! Ах, дерзкий Прохлад! Вода наступилась, не действует яд. Погибла в огне демоница сестра, Тебя же сжигать отправлялась она. Ах, откуда ты черпаешь силу свою, Коль выполнить волю не хочешь мою? От гордости разум твой уже помутился, Забыл ты о долге. Я всего лишь молился. Хоть правишь вселенной, так как господин, Но как не поймёшь ты? Источник один. Ну нет, вселенную всю я не раз обошёл, Но Господа Вишну я в ней не нашёл. Господь мой присутствует в мире везде, В деревьях, животных, в земле и воде. Он в сердце моём, и он в сердце твоём, Он в сердце любого с душою вдвоём. И что? Он в колонне вот этой сейчас? Да я разнесу их обоих тот час. Посмотрим, как сможет тебе он помочь, Когда полетит голова твоя прочь. Вот это ты и есть твой господь, о прохлад! Конечно, я встрече такой очень рад. Давно я хотел его лично убить, За смерть хераньякши ему отомстить. О, демон жестокий, твоя смерть близка. Ты видишь тропинка у жизни узка. Что хочешь сказать в оправдание своё, Пока смерть не взяла дыхание твоё? О, враг мой, ты зря столько сил приложил, Меня вечной жизнью брама одарил. Смотри же, Асур, не нарушу я слова. Но от смерти сбежать нет средства такого. А гордыня твой разум отправила вспять. Как мог ты на преданных руку поднять! Асур! Спасибо.